Сегодня день крещения Руси Вздымая руки к небу, Господи, спаси! Через сомнение в душе мы сели в гадь. Когда-то князь Владимир свой народ укутал верой, принесенной с Византии. Подалой мантии, согрев славянский рот, он заложил в умах величие России. Во время смуты или тягостных годин колоколов церковных всем нелее звуки. Простолюдин по крови ты, или дворянин, нательный крестик помогал ослабить ноги. Руси защитникам, солдату, офицеру, лишь звуки музыки послышатся едва. Текст за царя, за родину, за веру не просто громкие священные слова. Храня историю той Киевской Руси, мы собираем веры истинной осколки. Уже который год нам крест нести. Дай Бог помогут православные потомки. 28 июля мы отмечаем знаменательную дату для нашей страны – крещение Руси, которое произошло в 988 году. Сегодня мы проведем опрос. Знают ли наши граждане об этом событии? И как они относятся к крещению? Когда надо креститься? Когда надо крестить детей в самом начале рождения или на протяжении всей жизни? Крещение – это очищение души и тела от грехов. И на протяжении всей жизни человек крещаемый, он будет приближен к Богу. А с Богом жить легче намного, чем без Него. Детей надо крестить, да. У меня есть дети, дочь и сын. Дочь мы покрестили в 3 месяца. Сына мы покрестили в 4 месяца. С таким мероприятием крещения детей надо крестить. Мы просто такое крещение детей приближаем ближе к Богу, чтобы они верили, чтобы они понимали, что есть вера в Бога, и чтобы все было у них на душе и в дальнейшем было у них спокойно. 28 июля наша страна будет отмечать знаменательную дату. Вы знаете, какая это дата? И слышали вы что-нибудь о крещении? Что это такое? Крещеные ли вы крещеные? В июле 988 года произошло крещение Руси. Это единственное, что я запомнила, если честно. Вообще мы все крещеные, то есть и мы все верим в Бога, мы в Иисуса Христа, то есть на Пасху мы сходим все в церковь, на службу ночью, крестим куличи, светим яйца. Освящаем. Да, освящаем. Я считаю то, что вера в Бога, это очень важно, потому что человек должен во что-то верить. Человек без веры, это человек без каких-либо взглядов на будущее, то есть как можно двигаться вперед, не зная, кто за тобой может, условно, кто-то присматривать, или какие-то высшие силы тебе могут в чем-то помочь. То есть вера, это очень важно, и каждый человек должен во что-то верить. Скажите, пожалуйста, вы крещеный? Да. Крещеный. В каком возрасте? В детстве еще совсем маленький, крестилетный. А дети ваши крещеные? Крещеные обязательно. Внуки тоже есть? А внуков нет еще, еще не даже. Понятно. Ну, скажите, вам как-то это помогает в жизни, что вы крещеные? Помогает вам? Ну да. Думаю, да. Ну, а в чем, как вы считаете, в чем смысл? Смысл в чем крещение? Верев самому. Вы крещеные? Да. Ребенок тоже крещеный. Во сколько вас крестили? Ну, я крестилась уже, наверное, примерно 25 лет. Осознанно уже, да? Осознанно уже, да. А ребенка крестила я новорожденного. Скажите, а в чем вы видите смысл крещения? Ну, почему вы крестились? Вот почему? Я не знаю. Верев Волох, вы крещеная? Да, крещеная. Что это вам дает, что вы от вас крестили? Вы сами крестились или вас в детстве крестили? Нет, уже взрослая. Меня сын повел младше. А, вот так. Он сам был некрещеный, он захотел. Покреститься вместе? Да. И вы покрестились, да? Мы покрестились. А сыну сколько лет было? Ему было лет, наверное, 9-10 лет. В чем смысл? Для вас крещение, что вы покрестились? Да, сын вас туда повел, в свой храм. Вы покрестились? Ну, как бы мы россияне, мы все должны быть. Не то, что должны быть. У нас души это с рождением, что мы должны покреститься, что мы должны верить. И 10 лет, 4 года будет. Сегодня, в связи с этим знаменательным событием нашей страны, крещением Руси, и в связи с вопросами, возникшими в результате опроса, мы обращаемся к священнослужителю Свято-Троицкого храма, к иеромонаху Антону Малинскому. Добрый день, батюшка, спаси и сохрани, благословите. Бог благословит. Добрый день. В ходе опроса стало понятно, что в одних семьях проводят крещение младенца просто из убеждения, что так положено. В других семьях ждут, пока ребенок подрастет, и сам решит, покреститься ему или нет. И отсюда возникают вопросы. Когда положено крестить детей? Можно ли крестить детей в дни поста? Какие требования предъявляются крестным, и сколько крестным должно быть? Как им надо подготовиться, и что они должны делать для этого? Ну вот, хотя бы вот такая категория, такая вопроса большая. Ну, собственно, давайте говорить о том, что в Священном Писании Нового Завета есть свидетельства о крещении целых семей. И не только целых семей, которые состояли там из супругов и детей, но и, собственно, слуг, домочадцев и все прочее. Полагать, что в целом семействе, в целом знатном доме первого века не было детей, не было младенцев, ну, наверное, крайне неосмотрительно. Поэтому, собственно, церковь всегда крестила и продолжает крестить младенцев. И для нас с вами главное ведь в крещении – это понимание, что это не просто купание, да, как высказываются многие мамочки, успокаивая своих детей перед купелью. Это ведь символ погребения человека для греха и возрождения, воскресения для жизни вечной. В данном случае, конечно, играет роль поручителей. Это так называемые наши восприемники крестные. То есть это не дядя и тетя, которые будут помогать семье финансово существовать. Потому что были такие случаи, я оказался за спиной на тротуаре у одной пары, по всей видимости, это была мама, дочь со своим ребенком. И дочь, рассуждая, говорит, ну, хотела вот этого крестного взять. Ну, а что от него толку? Он же ведь человек несостоятельный, бедный. Что с него возьмешь, да? Да, что с него финансово возьмешь. То есть, понятно, что крестные иногда воспринимаются, как такие добрые, опять-таки, дядя и тетя, которые приносят ребенку тигра в полдивана плюшевого. И на этом все ограничивается. На самом деле крестные – это восприемники, это поручители, это образец для ребенка жизни в церкви. То есть крестные должны быть этим образцом. Ребенок должен взрослеть, смотреть на своих крестных родителей и понимать, что вот таким должен быть христианин. Безусловно, мы с вами понимаем, человек, не знающий китайского языка, другого человека китайскому языку не научит. Это, наверное, было бы абсурд. Так и в данном случае человек, который берет на себя обязанности учить малыша вере во Христа, учить всем тем православным традициям и обучиям, и не знает этого сам, сам, но это, опять-таки, повторюсь, тоже абсурд. То есть, чтобы стать достойным крестным, необходимо знать основы православной веры, необходимо быть прихожанином одного из храмов Русской Православной Церкви, необходимо самому участвовать в таинствах, исповедоваться и причащаться. Он должен быть крещеным же обязательно. Это безуслога, это даже вопроса в этом не стоит. Конечно, крещеный. Не говоря уже о том, что вот все то, что я перечислил ранее, он должен все-таки соблюдать. А вот скажите, батюшка, а могут ли супруги быть крестными? Или люди, которые готовятся вступить в брак, тоже они могут быть крестными? К этому вопросу есть два подхода. Ранее утверждалось, что супруги не могут быть крестными. С точки зрения современного подхода Русской Православной Церкви, современных документов сформированных, все-таки супруги могут быть крестными. Но тем не менее, дабы, наверное, избежать каких-то вопросов, недомолвок, лучше, конечно, чтобы крестные были из разных семей. Но это опять-таки не в соответствии с документами, это может быть мое личное мнение. Я на этом останавливаюсь, что это не мнение, не позиция церкви, а мое личное мнение. Но мы должны понимать, что для крещения малыша достаточно одного креста. Не обязательно. Не обязательно. Дело все в том, что каков подход. То есть мужчина должен помогать будущему мужчине при крещении, а женщина, соответственно, будущей женщине. Потому что крестные, вернее, крещаемые будут разного возраста. А с учетом того, что раньше крестили в баптистерии, в больших бассейнах, это значит, вопрос был связан с некоторым частичным обнажением и все прочее. И с точки зрения этики было понятно, что восприемником для мужчин может быть мужчина, восприемником для женщины может быть женщина. Поэтому сегодня даже при крещении малыша или какого-то уже возрастного ребенка, если это мальчик, важно, чтобы был крестный папа, если это девочка, важно, чтобы была крестная мама. Второй крестный не исключается, но он второстепенная фигура. Он второстепенная фигура. А вот еще вопрос такой у меня. Священник, который и проводит процедуру крещения, он может быть крестным? Ну, собственно, да. Священник, который совершает тесто крещения, может взять на себя обязанности крестного родителя, восприемника. То есть в этом ничего нет, это ничего не случается. Это согласие должно быть, для вас согласие? Да, да, конечно. Согласие самого священника, конечно. Вот были такие вот случаи, когда... Вот у вас лично. Да, у меня четверо замечательных крестников. Я вас поздравляю. Спасибо. Это, конечно, обязывает ко многому. Ну, патриарх грузинский Илья сегодняшний, который еще, слава Богу, жив, он крестит фактически каждого третьего грузинского ребенка. То есть это формат целого государства. Потому что в вопросах демографии патриарх сказал, что если в грузинских семьях будет появляться больше детей, он готов крестить. Это стимулирует? Это стимулирует, да? Да, да. Это очень широко простимулировало наших грузинских православных собратьев. И патриарх Илья сегодня является, по статистике, утверждает грузинская патриархия, крестным каждого третьего грузинского ребенка. Можно ли отказаться от крестных, которые не выполняют своих обязанностей? Или вот бывает, что они впали в какие-то тяжкие грехи, может быть, у них какие-то вредные привычки появляются. Вот можно отказаться от таких крестных? Ну, крестными они и останутся, поскольку здесь вопрос восприемничества. Понимаете, они поручились за, скажем, малыша в момент его крещения. И сказать, что можно повторить таинство крещения – нет. Соответственно, новых крестных у ребенка не появится. Но могут появиться люди, которые будут помогать своим друзьям, скажем, родным родителям малыша, совершать процесс воцерковления. То есть, водить этого малыша в храм, заботиться о том, чтобы он причащался, читать с ним детскую Библию, рассказывать ему о каких-то важных событиях религиозной жизни. То есть, они, по сути, не будут восприемниками по факту крещения. Но, взяв на себя обязанности, которые должны, собственно, крестные совершать, они могут стать вот такими важными людьми в жизни семьи, в жизни ребенка. Отказаться, ну, я думаю, что человек, который впал в тяжелые грехи, либо отказался от воспитания ребенка, он сам поставил, подвел черту под своими обязанностями, да, то есть, как можно быть насильно крестным. Или как можно насильно любить другого человека, да, который… Поэтому человек, который совершает те или иные аморальные, бездравственные поступки, он сам подводит черту, наверное, под теми обязательствами, которые давал перед Богом. Еще такой вопрос у меня. Скажите, а церковь как-то участвует вот в этом процессе, в подготовительном? Я имею в виду, что вот как-то готовит вот к этому? Конечно, у нас есть система огласительных бесед, и каждый, кто хочет стать крестным, и, в принципе, родные родители могут прийти в храм, заявить о своем желании, собственно, стать крестными, и мы, безусловно, обязаны провести с ними беседу. Ну вот я еще раз вернусь к опросу. Вот как-то, знаете, когда мы проводили опрос уже взрослые, да, ну, и лет уже порядочно, как говорится, спрашиваешь. Ну, крестили, да, крестили. А вы ходите в церковь? Нет? То есть, понимаете, то ли недопонимают люди вообще, зачем, зачем все это было сделано, то есть, зачем крестили их, то есть, зачем это все? Ну, знаете, статистика, к сожалению, печальная здесь. Я бы вот констатировал так эту ситуацию, поскольку вот после каждого крещения, в частности, я обращаюсь к мамочкам крещенных малышей, говорю, что после крещения надо обязательно малыша причастить. Это очень важное событие в его жизни. Рассказываю, когда это нужно сделать, в какое время. Когда прийти. И потом, когда выхожу с чашей на следующий день, в следующую сельницу, их не вижу. Я удивляюсь, то есть, вот ты им говоришь о важных вещах, они это слушают, кивают, но приходит незначительное количество процентов. Я понимаю, что вот как бы пришли, покрестили, сделали что-то запланированное. А делать нечто большее, этого запланированного, ни у кого желания или осознания нет. Это печально. Почему это? Не знаю, скорее всего, потому что у нас с вами век потребления, мы уже с вами об этом ранее говорили. Человек хочет потреблять некие подарки, некоторые дары. Он хочет пользоваться комфортом. Он хочет получать, отдавать. Да. Отдавать он хочет. Да, да, да. Очень печально. При этом, когда разговариваешь с крестными, спрашиваешь порой о их будущих обязанностях, они четко говорят, ну мы вторые папа и мама. То есть, если вдруг что-то случится с родными родителями малыша, мы, собственно, займем их место. Но когда спрашиваешь, а вы реально к этому готовы? Но ведь это шаг. И сказать сегодня, когда все благоденствуют и пришли сюда, не потому что всем плохо, а потому что всем хорошо, все дружат, да. А что будет потом? А ведь, когда говоришь, что нет, вы не вторые папа и мама, вы те, которые отвечают за духовное развитие малыша. И работать вы должны параллельно. Ни в коем случае не ждать, когда у ребенка что-то случится, чтобы подставить ему плечо. Вы сегодня и сейчас должны работать, молиться ежедневно о нем. Батюшка, еще такой вопрос. Скажите, а можно ли крестить человека, который не знает, крещен или нет? Родители его говорят, что да, крестили там, ну, крестили. Как они крестили, никто не знает. Большое сомнение у этого человека. Может ли он? Есть практика такая в церкви, что мы совершаем крещение, если человек не уверен, да, если он не знает о своем крещении, но с формулировкой, крещает Царь Божий, а еще не крещен. То есть в данном случае, если первое крещение было, и оно было реальным, да, то второе оказывается недействительным. Если первое не было, или было совершено неправильно, тогда, соответственно, действительно второе. Потому что много таких, конечно, ситуаций, скажем, люди, приезжающие из Сибири, там территории очень большие, расстояния небольшие, да, то есть там где-то крестила бабушка. Это тоже допускается при смертной угрозе, скажем, да, если ребенок умирает, любой человек может покрестить. Главное, чтобы произнесена была правильная форма крещения. Но это считается, что ребенок крещен? Да, если, скажем, смертная угроза, и нет рядышком священника, который может совершить полный член крещения, то может совершить любой крещеный человек. Нужна священная вода и, собственно, произнесение формулы. Крещается Раб Божий, но именно отцами, и сынами, и святаго духами. И это церковь будет признавать. Ну, значит, я так поняла, что если он сомневается, то он может прийти и обсудить этот вопрос. Обсудить этот вопрос, и он будет креститься так же, все, как в первый раз? Чин один и тот же, у нас нет других чиновников. Тот же, тот же чин, да. Вот скажите, в чем смысл крещения? Сам, наверное, глубокий наш с вами вопрос, поскольку, да, о крещении Господь говорит нам еще с вами в Евангелии, да, апостолу, он поручает, идите, крестите все народы, вот, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть, на самом деле, для нас, как мы уже с вами говорили, крещение является символом погребения для греха и воскресения для жизни вечной. То есть, фактически, человек в купеле рождается для будущей христианской жизни. Для него это начало пути в Царствие Небесное. При этом мы должны с вами понимать, что путь от Адама до Христа – это путь человека, который в своих терзаниях, в своих мучениях, в своих каких-то бытовых неудобствах не мог вернуть себе единство с Богом, которое он потерял в раю. Христос нам это единство возвращает, потому что это аутентичная, неповторимая личность, личность Бога и человека. И в данном случае человек, который идет сознательно или несет своего малыша сознательно, желая, чтобы тот или иной принял крещение, он подразумевает, что этот человек начнет дорогу от этого единения с Богом, от этого возвращения того на райское состояние, которое потерял Адам. И каждый из нас, идя на таинство крещения, выбирает именно путь жизни со Христом. А это, безусловно, ответственность. Я часто привожу в пример дорожку в изумрудный город. Я уж не знаю, авторы вкладывали этот смысл или нет, но вот купель – это именно начало вот этого пути, именно этой дорожки, только не в изумрудный город, а в Царстве Небесности, что гораздо ценнее и важнее. Но при этом человек, рождаясь, когда мы понимаем, что мама заботится, смотрит, как ребенок дышит, она его кормит, она соблюдает те нормы гигиены, которые должны быть применяемы к малышу, Таинство Крещения не может находиться в отрыве от будущей духовной жизни. Как бы страшно это ни звучало, я иногда родных мамочек спрашиваю, скажите, можем ли мы назвать мамой женщину, которая родила и выкинула ребенка в мусорное ведро? Это жестокий, грубый вопрос. Когда на меня смотрят такими испуганными глазами и говорят, нет, я отвечаю, что да, ребенок, который принял Таинство Крещения и не приносил в храм, и не причащается к Святых Христовых Таин, и мамочка не поет его святой водой, и крестные родители не читают с ним Детскую Библию. Это, безусловно, похоже именно на этот безнравственный, аморальный поступок, поскольку Таинство Крещения и Стоянство Духовного Рождения. А ребенок, который духовно не питаем, он просто духовно умирает. А потом мы с вами задаемся вопросами, а что же происходит в нравственном плане с нашим с вами обществом, которое теряет сегодня нравственные ориентиры и рассуждает с точки зрения, как сегодня честно повторяют наших европейских коллег. Но если там идут не то, что путем толерантности, а путем своих страстей и прочее, то Русь, она всегда была святой. И у нас есть с вами ориентир. Если мы уж крестим своих детей, если уж мы их крестим, мы должны, сделав А, мы должны не забывать о Б и В и остальном алфавите. Поэтому в данном случае смысл Таинства Крещения – это не омовение, это символ погребения для греха и воскресения для жизни вечной. Но для этой жизни вечной надо трудиться всю свою сознательную жизнь. И человек будет трудиться в том случае, если крестные родители возьмут на себя ответственность и сделать все максимум, чтобы за годы младенчества, отрочества, юности в этого молодого человека, в эту молодую девушку вложить понимание нравственных ориентиров и понимание, куда можно прийти с вопросами, что можно сделать и как можно поступить в тех или иных ситуациях. Вот я бы хотела еще у вас спросить. Вот скажите, может быть, я не понимаю, сам процесс упания в купели, ребенка, которого крестят, это очищение от первородного греха? Ну, только что с вами говорили, да, откорректирую. Само погружение малыша в купель во время богослужения, богослужения, таинства крещения – это символ. То есть погружение в воду – это символ погребения. Вынимание из воды – символ воскресения. Во имя Святой Троицы. Собственно, первородный грех – это та наследственная сладость греха, которую мы чувствуем и залипаем там, грубо говоря, да, отборостая теми или иными страстями. То есть это склонность к греху, можно сказать, да? Вот, если раньше немножко так сарказмом, да, склонность к греху наша с вами. Вот это первородный грех. И, собственно, таинство крещения – это склонность у нас с вами не убивает, она дает нам возможность ее побороть. То есть это не яд, который убивает грех в самом человеке. Это такое средство, которое дает возможность ему самому вырасти в достойного христианина и бороться со своими грехами и страстями. Подводя итоги нашей беседы, мне бы хотелось отметить, что крещение – это великое таинство, и подход к нему должен быть обдуманным. Крестившись, человек должен помнить, что теперь он православный христианин, член церкви, а это обязывает ко многому, и в первую очередь к любви, к любви к Богу, к любви к ближним. Так пусть же каждый из нас, независимо от того, когда он был крещен, исполняет эти заповеди. Батюшка, спасибо вам большое. Всегда жду наших бесед с вами, всегда волнуюсь, я вам очень благодарна. Спасибо вам большое. Вам спасибо, благодарю вас. Спасибо. Спасибо.